На торгах в Европе трейдеры ведут себя не совсем однозначно. Пока единая европейская валюта пытается удержаться на локальных максимумах, британский фонд уступает своему конкуренту из США. Кассировка популярной на рынке Форекс пары EURUSD консолидируется в диапазоне от 1.1660 до 1.1640. Поддержку единой европейской валюте сегодня оказывают пятничные данные по деловой активности во Франции и Германии, а также новости о том, что Италия не собирается погибать ЕС, а также сообщения о достижении соглашения стран еврозоны в облегчении долгового времени Греции. Участники рынка сегодня предпочли проигнорировать опубликованные данные от АФО по деловому климату в Германии. Индикатор в июне опустился с предыдущего значения 102,3 пункта до уровня 101,8 пункта. Результат не совпал с прогнозами аналитиков. Как отмечают эксперты, оптимизм в сфере бизнеса в стране постепенно снижается из-за неопределенности в торговых отношениях между США и рядом других стран, в том числе европейских. В дальнейшем этот фактор может служить главной причиной давления на евро, однако на данный момент ожидания саммита ЕС несколько обнадеживают инвесторов. В отличие от британского фунта, котировка пары фунт-доллар под давлением торгуясь вблизи уровня 1,3260. Ожидается визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Брюссель, где и будет проводиться встреча стран Европейского Союза. Причина ее визита – Brexit. Эксперты уверены, что после двух лет неопределенности представители Соединенного Королевства и на этот раз не смогут прийти к компромиссу за своими европейскими коллегами. Внутренняя политика Тумана Вальбиона также способствует слабости фунта, поскольку сторонников госпожи Мэй становится все меньше. Но на этой неделе у фунта есть шанс продемонстрировать значительный рост по отношению к доллару США. Ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни, в ходе которого будет предоставлен отчет о финансовой стабильности. Вероятно, что выступление господина Карни подтвердит готовность Банка Англии к подъему процентной ставки уже в ближайшее время.